Всем привет! Это канал Про Цветок и меня зовут Дмитрий. Сегодня я расскажу о своем огороде и о том, как я справляюсь с засухой и жарой. Погнали посмотрим, что у меня растет. И начнем, конечно же, мы с обзора клубники. У меня на огороде растет три сорта. Это сорт Сирия, сорт Чив-64 и сорт Азия. Хочу вам показать одну интересную штуку, которую я заметил на кустике клубники. Давайте посмотрим. Весной, когда клубника начала зацветать, я обратил внимание на один кустик и увидел, что на одном цветоносе сразу же 100 бутонов. Потом присмотрелся и увидел, что эти цветоносы срослись. Произошла фастиация, как это называют в природе. Срослось сразу несколько цветоносов и образовалось очень-очень много цветочков. А теперь и ягод. Очень интересно понаблюдать за ситуацией, как потом будет растение развиваться. Но если присмотреться, то ягодки завязались и вполне себе нормально развиваются. Вот такое необычное явление. Этот год выдался очень засушливым. И у нас уже два месяца нет ни капли дождя. Поэтому каждый день приходится поливать весь огород. Ну, клубнику, конечно, я поливаю пореже, примерно раз в три дня. Но все равно трудозатраты колоссальные. Чтобы полить весь огород, а он у меня очень большой, понадобится примерно 4-5 часов бесконечного полива. Причем поливаю все со шланга. Кроме такой вот сухой погоды, у нас также были и возвратные заморозки. В ночь на 1 июня у нас был заморозок около нуля. Поэтому пришлось накрывать и клубнику накрывать, потому что она еще цвела. И накрывать и фасоль, и кабачки, и тыквы, и даже картошку. В общем, накрывал и весь огород до 3 часов ночи. Конечно, ситуация и так себе. С панбонда на все не наберешься, поэтому часть грядок я накрывал соломой. Попросту накладывал на грядки, на растения, большой слой соломы. И растения от мороза не пострадали. В этом году, как и у многих других огородников, чесночок у меня желтеет, несмотря на азотные подкормки. И дело, конечно же, не в подкормках, а больше в недостатке влаги, а также в весенних заморозках. Но это не страшно. Чеснок вполне себе нормально развивается, даже если нижние листья и пожелтели. Кстати, пожелтение нижних листьев может еще свидетельствовать о том, что чеснок набирает силы для формирования крупной луковицы. Поэтому переживать не нужно. Небольшое пожелтение кончиков чеснока, а также нижних листьев, не несет какой-то большой проблемы. Поэтому не стоит беспокоиться. А сейчас хочу показать вам, как развивается лук, который я высаживал на зиму. Потому что многие подписчики мне пишут, что вот лук на зиму мы садим, но не вырастает, не обходит, не всходит или там стрелкуется. Но мой лук растет очень хорошо. И в принципе перо достойное зеленое, и луковицы созревают хорошие, и хранятся отлично. Сейчас покажу вам. На зиму у меня высажено три сорта лука. Это красный лук, ред барон, а также два сорта желтого лука. Это сентурион и сторон. И все эти сорта полноценно хорошо развиваются. Схожесть была хорошая, никаких потерь не было. Вот какое перо, хотя сейчас у нас еще только начало июня. А здесь у меня небольшая грядка лука-порея. Сейчас он еще очень маленький, тоненький, но к осени он вырастет просто огромным. Каждый год его высаживают через рассаду. Очень мне нравится этот лук. Он отлично подходит для салатов, для заморозки, для различной консервации. Поэтому, кто не выращивает, рекомендую себя посадить. Отличный лук. Пекинская капуста у меня была посажена в двух местах. Одна была посажена на горке, и там был недостаток влаги. Она вся пошла в цвет, хотя сорта были одинаковые. А другую капусту я посадил вот здесь, в низинке. Здесь больше влаги, более часто ее поливай, и поэтому она развивается очень хорошо. Уже скоро начнут формироваться качанчики. Поэтому, кто не высаживает пекинскую капусту, рекомендую. Но выбирайте для нее такое более влажное место. Тогда наверняка качанчики будут образовываться. А здесь я посадил грядку огурцов в открытом грунте. Пока они еще маленькие, накрываю их сверху обычным спонбоном. Причем никаких дужек, ничего я не ставлю. По центру грядки я сажу ряд редиски. И когда она растет, а естественно она растет очень быстро, быстрее, чем огурцы, она приподнимает спонбонд. И в принципе огурчикам хватает места для роста. По мере их роста спонбонды немножко ослабляю. Они поднимаются и растут, растут, растут. А потом, когда они уже начинают зацветать, спонбонд я снимаю, чтобы было получше опыление. И кстати, вот если обратите внимание, огурчики взошли у меня очень густо. Поэтому лишние, самые слабые огурцы я поудаляю. Причем не нужно их вырывать, просто срезаю ножницами, чтобы не нарушить корневую систему. Если вот так вот оставить густо посеянные огурцы, то будет излишнее загущение, будет много пустоцвета, будет плохое опыление, проветривание и как следствие низкий урожай. Поэтому нужно проредить огурчики и оставить между ними примерно по 30-40 см. А тут у меня посажена капуста. Почему я выбрал это место? Потому что здесь недалеко речка, и мне очень удобно эту капусту поливать. Просто не так далеко носить воду. Значит, высажены у меня различные сорта. Это ранняя капуста, июньская. Это капуста килотонн, мегатонн, потом белорусская поздняя, кальраби, брокколи, цветная капуста и разные-разные сорта. Кстати, есть и новинки, о которых я вам еще потом расскажу. И вот эта капуста в полноценной себе хорошо развивается. При посадке я делал очень важную вещь. В каждую луночку, когда высаживал капусту, я добавлял горстку золы. А капуста, как известно, любит нейтральную почву. Поэтому зола как бы служит и питанием, и нейтрализует излишнюю кислотность. И после этого капуста развивается очень хорошо и полноценно. А еще хочу рассказать про мою главную работу в этом сезоне. Всю весну, примерно полтора месяца, я занимался посадкой голубики. И высадил 100 кустов различных сортов. Это сорта Блюкроп, Нортланд, Беркли, Дюк и другие сорта. Получилось у меня 6 рядов по 25 метров. Пока что систему капельного полива я не поставил, поэтому приходится опять же все это из шланга поливать. И чтобы полить 100 кустов, примерно требуется 4 часа времени. Но голубика нормально развивается. И даже отдельные сорта, например, Блюкроп, уже начинают зацветать с первого года. Хотя это вот двухлетние саженцы, но мне попался очень качественный посадочный материал. И посмотрите, как они полноценно развиваются. Помню, в прошлом году мы делали ролик на мой огород. Делали обзор. И многие зрители написали, что не может быть, чтобы один человек справлялся с таким огромным огородом. Все так выпалото, чисто, наверняка вы нанимаете людей. Скажу, что нет, никого не нанимаю. Огородом занимаюсь практически только я. Но иногда мама помогает мне полоть грядки. Но не все так идеально у меня в огороде. Сейчас я покажу, что есть у меня грядки, заросшие сорняками. Пойдемте посмотрим. Вот у меня грядки. Значит, здесь клубника Азия посажена. А здесь посажена ремонтантная малина. Различные 5 сортов. Это сорт Джаклин, Самохвал, Похвалинка, Нроссадира и Мопема. Все сорта ремонтантные, очень хорошие. Но какой же от них минус? Рядом посажена клубника, и поэтому корнями малина начала разрастаться в клубничной грядке. Поэтому прополка здесь у меня регулярная. Приходится постоянно что-то вырывать, что-то пропалывать и без конца, без конца это делать. Ну, конечно, многие огородники могут мне написать. Ну, что же вы так не загородили шифером малину или что-то еще делать? Ну, посмотрите, какие у меня посадки. У меня несколько соток клубники, примерно три сотки. И малины большое количество. Поэтому все это огородить, правильно все по технологии какой-то сделать, это просто невозможно одному. Поэтому справляюсь, но как могу. Продолжаем дальше обзор. А это я в теплице. Здесь у меня посажены томаты, здесь у меня посажены перцы. И все вроде как нормально развивается. Хотя была очень холодная весна, и после высадки перец замер в росте. Но потом я сделал подкормки бродиловкой, компостным чаем, и он быстро акклиматизировался, окреп и пошел в рост. Поэтому, кто не знает, чем подкормить перец, чтобы он активизировался в росте, используйте компостный чай или бродиловку. Лучше этих удобрений, пожалуй, нет. Несмотря на засуху, в этом году у меня растения довольно-таки хорошо развиваются. Малина, кстати, в этом году была прихвачена морозом и пострадала точка роста. Поэтому стебли начали куститься, и с одного стебля растет сразу несколько побегов. Но ничего страшного, потом я проведу нормировку побегов, оставлю самые сильные. И, в принципе, до осени малина даст хороший урожай. Будет потом еще и обрезка, и подвязка, но сейчас хочу заострить внимание на поливах. Малина имеет поверхностную корневую систему, поэтому поливать ее нужно очень обильно. Основное правило полива, это касается всех растений. Лучше поливать растения редко, но обильно, чем очень часто и по чуть-чуть. Дело в том, что если мы поливаем растения по чуть-чуть каждый день, то увлажняется только верхний слой почвы и формируется слабая поверхностная корневая система. А если мы поливаем почву редко, но обильно, влага проникает внутрь, а значит и корни будут расти в глубину. И в случае нашего отъезда невозможности поливать огород, либо растения в саду, то корни смогут из глубоких слоев поднимать необходимую влагу. Кстати, еще один способ, который помогает мне сохранять влагу. Участок у меня находится над горкой. Видите, такая гора вверх пошла, поэтому вода, в принципе, она стекает, не может сохраняться долго в почве. Да еще и почва на горке песчаная. Поэтому обязательно мульчируй посадки малины у себя на участке. Мульча помогает дольше держаться влаге, не испаряться влаге. И если, например, я полил малину, то одного полива хватает на неделю. Почва под мульчей не пересыхает. Хочу еще немножко рассказать про малину. В прошлом году была очень неприятная ситуация. Уже в начале сентября у нас стукнули заморозки. Ягоды, конечно, не пострадали, но почва очень остыла. И малина попросту не смогла усваивать фосфор. В результате из-за этого холода, невозможность усвоения фосфора, ягоды малины начали рассыпаться, двоиться, троиться. Но такая ситуация проявилась далеко не у всех сортов. Единственный сорт, который показал устойчивость к такому двоению малин, рассыпанию ягоды, это сорт Зюгана. Зюгана – сорт швейцарской селекции. Поэтому, если кто-то хочет заняться промышленным выращиванием ремонтантной малины, очень рекомендую этот сорт. Пожалуй, это один из лучших мировых сортов. Помню, кто-то у зрителей у меня спросил, где я покупаю саженцы деревьев, яблони, либо груши. Ответ такой – я нигде их не покупаю. Я выращиваю сиенцы, а затем их прививаю. Вот перед вами сиенец яблони, и привит на него сорт старинный Антоновка. Это мой любимый сорт, поэтому решил возобновить молодые деревья посадить и попрививал черенки. Вот они уже тронулись в рост, и через год уже будет приличное такое молодое деревце. Кроме овощей на грядках у меня есть и другие культуры. Например, виноград. И растет у меня 10 сортов. Это сорт минский розовый перед вами. Очень устойчивый сорт, хотя ягода и такая себе по вкусу, но он устойчив к заморозкам и к различным заболеваниям. Поэтому у меня посажено его 5 кустов. Можно его использовать для компотов и для вина. Кроме этого винограда растут у меня и десертные сорта. В первую очередь это сорта кишмиш, как мы их называем, без косточки. Это кишмиш 342, это липа из Динтарс, Аркадия и другие сорта. Все они отличаются очень вкусной ягодой. Ягода сахаристая, сладкая. А еще они устойчивы к нашим неблагоприятным погодным условиям, а также к заболеваниям. У меня за спиной поле картошки. Здесь у меня посажен только один сорт. Это сорт винета. Поэтому по прошлому году этот сорт показал крайнюю устойчивость к парше, а также неблагоприятным погодным условиям. Он почти не поражался фитофторой и к осени вырос очень приличный урожай крупных клубней. Поэтому, кто не знает, какой сорт картошки посадить на суглинках, рекомендую сорт винета. Обратите внимание, что у меня на участке очень много соломы. Здесь она лежит в таком бурте, потому что когда были заморозки, вот этой соломой я накрывал даже картошку. Потому что картофель также страдает от морозов. Это теплолюбивая культура. И даже небольшое понижение температуры до нуля градусов может вызвать гибель ботвы. Конечно, картошка со временем восстановится, но урожай уже будет не такой хороший. Поэтому, опять же, картошку я накрывал. Солома у меня пшеничная. Часть соломы я съею сам на своем поле. Часть соломы я беру у фермера. Солома у меня целый сток. И поэтому солома я мульчирую и малину, и клубнику. Но если обратили внимание на мой огород, то клубника у меня практически не замульчирована. Потому что я хотел замульчировать клубнику соломой по влажной почве, а дождей у нас нет уже два месяца. Поэтому в ближайшие дни буду проливать полностью всю клубнику. Очень обильно эмульчировать соломой. И в первую очередь я делаю это не так из-за полива, не так из-за, чтобы она не пересыхала. А из-за того, что ягода скоро начнет зреть, а могут пойти дожди. И она, естественно, будет вся в грязи, в болоте и будет гнить. Поэтому солому буду обязательно подстилать. А вот здесь у меня растет фасоль. Это, в принципе, междурядие между виноградом. Но так как кустики еще у меня молоденькие, решил, чтобы грядки не пустовали, высадить фасоль. В принципе, и винограду хватит света и солнца для нормального развития, и фасоли хватит солнца и питания, чтобы дать урожай. Поэтому междурядие у меня примерно 2 метра шириной, даже может чуть больше. И всем хватает места. Такое взаимовыгодное соседство. Конечно же, это не весь огород, который у меня есть. Есть еще различные и цветы, и саженцы, и большой плодовый сад. И еще у меня есть земля на поле, там, где выращиваются другие растения. Но об этом мы сделаем передачи в следующий раз. А на этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!